Добрый вечер, дорогие участники нашего сегодняшнего вебинара. Меня зовут Ирина Рудик. Я врач-генетик, и сегодня хотела бы провести вебинар на тему генетический скрининг беременной. Беременность – это истинный подвиг, биологический, социальный, психологический, даже исходя из реалий сегодняшнего дня, финансово-экономический. Дабы сей подвиг был достойно вознагражден успешным рождением здорового и желанного малыша, предстоит немало потрудиться не только врачам, но и самой будущей героине, маме, а также ее супругу. Подготовка к беременности должна включать в себя следующие этапы. Это обязательно консультация медицинского генетика, особенно в тех случаях, когда уже в анамнезе наличие рождения ребенка с рожденными пороками развития, наличие в анамнезе рождения ребенка с хромосомной патологией, самопроизвольные аборты, особенно в ранних сроках беременности, пороки развития у одного из супругов, наличие в семьях наследственных заболеваний, родственное отношение между супругами. Это все является показанием для направления к генетику. Также является выявление и лечение хронических заболеваний, выявление и лечение гинекологических заболеваний, выявление и лечение рецидивирующих форм генитального герпеса, его малосимптомных и атипичных форм, инфекционные заболевания острые. Но к беременности должна готовиться не только мама, как я уже сказала, но и папа для того, чтобы родить здорового ребенка. Для этого, помимо того, что супружеская пара оздоравливается за 3 месяца до зачатия, также необходимо принимать фолиевую кислоту в той дозировке, которая нам необходима профилактически. И мама, и папа уже доказано, что это является профилактика врожденных пороков развития и хромосомной патологии. Во время беременности супружеская пара, беременная женщина, должна прийти к врачу, к ширургинекологу, которая ей назначит обследование, которое необходимо будет провести во время беременности. Это биохимический скрининг, представляет собой анализ крови, сейчас мы делаем на сухих пятнах, который сдается с 10 недели по 13. Или сыворотка крови, это второй триместр, когда женщина с 16 по 20 неделю может сдать сыворотку. И параллельно этому женщина должна пройти УЗИ-скрининг. Главная цель скрининга – это выявление патологии у плода. В частности, хромосомные патологии – это синдром Эдвардса, синдром Дауна, пороки и пороки центральной нервной системы, в частности, пороки нервной трубки и головного, и спинного мозга. Биохимический скрининг не позволяет врачу поставить точный диагноз, но он может указать на отклонение, то есть выделить женщину в группу риска и не пропустить хромосомную патологию. Поэтому после анализа крови необходимо еще провести дополнительные анализы, если скрининг показал отклонение от нормы. Биохимический скрининг – это важная составляющая комплексного пренатального скрининга. Это лабораторные исследования, направленные на выявление пороков развития хромосомной патологии, которые абсолютно безопасны и не оказывают негативного влияния на саму маму, на плод и на беременность. Первый скрининг при беременности делается между 11 и 13 неделей беременности. При этом важно правильно определить сроки беременности. В первый раз обязательно делается УЗИ. Иногда лаборатория в обязательном порядке запрашивает результаты ультразвука, чтобы сделать правильные расчеты. И помимо УЗИ делается анализ крови на гормон и белок свободный в это ХГЧ ПАП. Такой тест называется двойной. И вот сейчас этот двойной тест очень важен для беременных женщин. И он делается до 13-14 недели. Если мы что-то выявляем, то это все важно и для женщины беременной, и для нас, чтобы выявить рана. Второй скрининг при беременности рекомендуется проводить с 16 по 20 неделю. Здесь уже берут не сухие пятна, а кровь из вены. И здесь идет тройной тест. Это бета-ХГЧ, АФП и эстериол свободный. Но я хочу сказать, добавить, что, конечно, первый биохимический скрининг, он важнее, чем второй. Он более информативный, он более точный, чем второй. И, конечно, первая явка в женскую консультацию до 12 недель тоже очень важна для того, чтобы провести первый УЗИ-скрининг и первый биохимический скрининг. Если обследование показало, что женщину выделили в группу риска, то есть показал высокий риск синдрома Дауна или другой аномалии, то это ни в коем случае не диагноз, это только группа риска. И гинеколог в этом случае должен женщину отправить к генетику, то есть к нам. И здесь мы уже предлагаем следующее исследование, то есть уже диагностическое. Это инвазивные методы, которые позволяют нам поставить диагноз, есть у ребенка хромосомная патология или ее нет. К инвазивным методам относятся биопсия кориона, биопсия плаценты, амниоцинтез, кордоцинтез, вот такие методы. Корион биопсия получается с 10 по 14 неделю. Плацента биопсия мы проводим с 14 по 20 неделю. Амниоцинтез 16 неделя и в общем можно по 22 неделю. Кордоцинтез, это забор уже, этот анализ немножко отличается, и это забор крови из пуповины плода в 20 неделю. И показания к этим инвазивным методам считаются возраст мамы больше 35 лет, обнаружение ультразвуковыми исследованиями плода пороки или отклонения в развитии, не единичные случаи в семье уже, если уже рождались дети с хромосомной патологией, установление матери как носителя геногемофилии, когда необходимо определить пол будущего ребенка, применение до беременности во время нее различных фармакологических препаратов, отклонение от норм уровней биохимических маркеров, облучения хотя бы одного из родителей перед зачатием ребенка или до 4 недель беременности уже женщины. И выполнение инвазивных методов при натальной диагностике связано с риском возникновения осложнений, а потому их проведение осуществляется только по строгим показаниям специалистов. Хотелось бы, конечно, отметить важность этих всех процедур. Генетика – это наука, которая занимается профилактикой, и мы хотим, чтобы рождались здоровые дети без врожденных пороков развития, без хромосомной патологии, чтобы дети были, так скажем, на радость семьям. Поэтому еще раз хочу сказать, что обязательно нужно готовиться к супружеской паре. Супружеская пара должна готовиться за 3 месяца. Это целая работа. То есть супружеская пара должна оздоровиться, и мама, и папа. Они должны пройти и всех-всех специалистов, начиная с томатолога, терапевта, эндокринолога, гинеколога, уролога. Обязательно пропить комплекс витаминов, которые содержат фолиевую кислоту, для профилактики врожденных пороков развития и хромосомной патологии. Во время беременности еще раз хочу вас убедительно попросить, чтобы беременная женщина встала на учет рано, в 11-12 недель, для того, чтобы пройти первый УЗИ-скрининг, который выявляет крупные пороки развития, и при этом женщина сдает биохимический скрининг, который может ее выделить или не выделить, в группу риска по хромосомной патологии. Такие заболевания, как синдром Дауна, Эдвардса, Патау, это все можно выявить до 14 недель беременности. Второй скрининг биохимический, это, как я уже говорила, 16-я по 20-ю неделю беременности. Но это проводится сейчас только тем женщинам, которые пришли не вовремя встали на учет, не до 12 недель, опоздали, и только им проводится этот скрининг, потому что у нас сейчас современная новая программа, в которой при первом скрининге видно всю хромосомную патологию. И второй скрининг УЗИ для нас очень важен, который сейчас проводится с 19-й по 20-ю неделю беременности, где видны пороки развития у полода, если они сформировались, и если есть такая необходимость и пороки несовместимой жизни, мы можем предложить прервать эту беременность. Но это все решает супружеская пара. Если есть какие-то вопросы, вы можете, конечно, их задать. Поступил вопрос, если пить фолиевую кислоту перед беременностью, то риск синдрома Дауна снижается. Да, снижается риск и синдрома Дауна, и врожденных пороков развития, в частности, центральной нервной системы, поэтому необходимо к беременности готовиться и обязательно пить фолиевую кислоту. До беременности 3 месяца и во время беременности первые 3 месяца, когда идет закладка органов и систем. Это является профилактикой врожденных пороков развития и хромосомной патологии. Спасибо за вопрос. Какие особенности имеет скринг во время беременности двойни? Двойни, конечно, это особенность, потому что это двойни. И, в общем-то, наша программа, которая у нас существует, расчетная, она имеет расчеты конкретно для двойни. Поэтому, в принципе, то, что вы сдаете кровь, мы рассчитываем специально для двойни. То есть там идет расчет. Вы, наверное, обратили внимание, если вы сдавали анализ, то там прямо для одного плода, для первого, для второго, все расчет делает программу. А мы ее интерпретируем вместе с УЗИ, скринингом и вместе с результатом анализа. Как я отношусь к форме, к активной форме фолиевой кислоты? Ну, фолиевая кислота, она, если она одна, она не усваивается. Она должна быть в комплексе с витаминами, в частности, с витаминами группы В. Поэтому, когда вы принимаете в чистом виде фолиевую кислоту, она так не усваивается, когда она в компонентах, в компоненте с другими витаминами. Поэтому я предпочитаю витамины или ВИТ, ПРИГНОВИТ, ВИТРУМ. Мне они больше нравятся. На что обратить внимание перед тем, как первая беременность замерла, да? Да. Но замершая беременность чаще все-таки, кроме того, что есть хромосомная какая-то патология, это все-таки реже. Чаще все-таки замершую дает инфекция. Поэтому, наверное, стоит обратить, если это одна беременность, и одна замерла, то это все-таки стоит обратить внимание на подготовку перед зачатием. Потому что все-таки чаще инфекция. Видите, пренатально-генетическая диагностика, она нам исключает всю хромосомную патологию. А есть еще врожденные пороки развития. Это две как бы разные вещи. Врожденные пороки развития, их не видно на пренатально-генетической диагностике. Их и не видно на биопсии хориона уже во время беременности, биопсии плаценты, амниоцентези. Их не видно. Это будет видно все. Почему является второй скрининг с 19 по 20 неделю ответственным? Потому что там видны врожденные пороки развития у плода, если они сформировались. Это вот важный очень скрининг. И поэтому обязательно нужно проходить УЗИ-скрининг. Но если вы не хотите биохимически, то в принципе, если вы провели ПГД, можно не делать. Биохимически. Но еще раз повторю, УЗИ обязательно делать. И первый, и второй скрининг. Есть ли альтернативы инвазивным процедурам? Да, есть. Мир идет вперед. И сейчас есть неинвазивные методы исследования. То есть мы не делаем проколы, мы берем кровь из вены, работаем с зарубежными странами, где определяется... Это тоже скрининговые методы, но они очень достоверные. Их выявляемость 99,9%. Но, к сожалению, они дорогие. И на сегодняшний день в Алмате мы работаем с Калифорнией, где проводится тест Пантера, Нотера. И есть также в Алмате Пренатест, который делается в Германии. Но это довольно дорогие скрининги, но они очень хорошие. Их выявляемость, и прямо вот знаете, на самом деле 99,9% из почти 70 проведенных анализов только 2 женщины, только 2 женщинам пришлось идти на биопсию, и на самом деле там подтвердилась хромосомная патология из 70. За сколько до программы ЭКО нужно прекратить прием лекарственных препаратов и биологических добавок? Лекарственные препараты у вас же идет подготовка к ЭКО, лекарственными препаратами, которые вам необходимо пить, поэтому параллельно вы с этими препаратами пьете витамины. По поводу биологических добавок, я их, если честно, не очень люблю. Это биологические добавки, это те, которые просто зарегистрированы, а как они действуют, мы еще не знаем. Поэтому поливитамины хорошие, все. Можно ли в целях похудения перед ЭКО пить спортивные жиросжигатели? У нас подготовка к ЭКО идет то, что вы оздоравливаетесь. И мне кажется, что какие-то дополнительные жиросжигатели, что они содержат, какие на самом деле, мне кажется, не стоит их принимать. Ольга, если на фалацину у вас все-таки аллергия, то, наверное, в вашем случае вести здоровый образ жизни необходимо оздоровиться и, наверное, не пить все-таки, не рисковать, потому что на аллергию, аллергическая реакция, она может быть различных видов. Поэтому просто вести здоровый образ жизни и максимально оздоровиться. Время нашего вебинара подошло к концу. Я хотела поблагодарить всех участников за активное участие в вебинаре. Все это можно еще раз посмотреть на Ютубе. Всего доброго! Продолжение следует...